С вами Николай Певненко в проекте Дата. Сегодня 4 октября. Всемирный день животных. Этот праздник связан с именем Святого Франциска, покровителя священных животных, которого почитают преимущественно в католических странах. В России праздник отмечается с 2000 года по инициативе Международного Фонда защиты животных. Тем самым уделяется еще больше внимания в этом вопросе. В России сегодня День военно-космических сил, установлен указом президента от 10 декабря 1995 года. Также сегодня отмечается День гражданской обороны МЧС России. Ну а теперь о родившихся. 1800 год. В этот мир приходит Михаил Бестужев, русский офицер и декабрист. А в 1895 году Рихард Зорге. Он, как известно, предупредил Москву о готовящемся германском нападении. Но Сталин на доклад об этом ответил матерной руганью. Японцы арестовали Зорге и в 44 году казнили. До 1964 о его заслугах в Советском Союзе никто не знал. Но в тот год Никита Хрущев совершенно случайно попал на закрытый просмотр кинофильма французского режиссера Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?» и был потрясен увиденным. Вызвав после просмотра руководителя разведки он адресовал им вопрос, соответствуют ли действительности факты, изложенные в этом французском фильме. И, получив утвердительный ответ, Хрущев принимает решение присвоить Зорге звание Героя Советского Союза. И страна наконец-то узнала имя одного из своих героев. Бастер Киттон родился в 1895 году. Псевдоним Йозефа Фрэнсиса, американского комедийного актера и режиссера. У него была своя фирменная черта в немом кино – непроницаемое лицо, в отличие от живого Чаплинского. Бастер Киттон признан в Америке седьмым по значимости режиссером всех времен. У него две звезды на Голливудской аллее славы. За вклад в развитие киноиндустрии, за вклад в развитие телевидения. Как актер он снялся в 78 фильмах, как режиссер и актер работал в 43 своих фильмах. С уходом эры немого кино места для Киттона не нашлось. Бизнесмены от искусства забраковали его в высокий голос. И Киттон сломался. Потом долго и упорно пытался избавиться от алкоголизма. Но в мир нового звукового кино не вернулся. В 1960 году получил Оскар. 1925 год. День рождения Марлена Хуцеева, российского кинорежиссера. Застава леча, юльский дождь. Был месяц май. Весна на Заречной улице. Сонарист и педагог. О событиях дня. 1675 год. Знаменитый голландский физик и христиан Гюгенс патентует карманные часы. Известность приходит к Гюгенсу, когда он открывает кольца Сатурна и спутника этой планеты Титан. Его главным изобретением были маятниковые часы. Первый в истории точный прибор для измерения времени. Эти достижения принесли голландскому ученому большую славу и сделали его европейской знаменитостью. Кстати, тогда Гюгенсу не было еще и 30 лет. 1883 год. Из Парижа впервые отправился в путь континентальный поезд «Восточный экспресс». Маршрут его пролегал через Страсбург, Вену, Будапешт и заканчивался в Бухаресте. В 1906 году, после постройки знаменитого Симпландского туннеля, «Восточный экспресс» начинает совершать поездки до Стамбула. С появлением более дешевых авиалиний прибыль от «Экспресса» стала падать. И в 1977-м его обслуживание, казалось бы, окончательно прекратилось. Однако, благодаря предпринимателю-энтузиасту железных дорог Джеймсу Шерварду, легендарный поезд обрел второе рождение – в мае 1982 года. Но уже как венецианский «Восточный экспресс» он начинает курсировать из Лондона в Венецию. Ну а сам «Восточный экспресс», как известно, попал в знаменитые литературные и кинематографические произведения. И, пожалуй, самый известный из них – «Восточный экспресс», который принадлежит Перу Агаты Кристи. В 1937 год завершился полет советского дирижабля СССР В-6 «Ос-Савиахим», который установил мировой рекорд продолжительности полета. Дирижабль, на борту которого находилось 16 членов экипажа, совершил беспосадочный перелет по кольцевому маршруту по стране, проведя в воздухе 130 часов 27 минут. 1964-й монумент «Покорителям космоса» открыт в Москве на проспекте Мира во знаменовании достижений советского народа в освоении космического пространства. Как известно, 4 октября 1957 года мы запустили первый спутник. Главная часть монумента – скульптора Файдыша Крандиевского, облицованный титановыми панелями, обелиск высотой 107 метров, изображающий шлейф, оставляемый за собой ракетой, находящийся на вершине обелиска. Подножье монумента окружено грифтными фигурами людей, ученых, инженеров, рабочих, чьим трудом космические полеты стали реальностью. Перед монументом находится статуй основоположника космонавтики Циолковского. В цоколе монумента в 1981 году был открыт Мемориальный музей космонавтики. 1983 год. В этот день англичанин Ричард Нобл на своем реактивном автомобиле ТРАС-2 устанавливает в Неваде официальный мировой рекорд скорости – 1019 км в час. Да-да. Для сравнения, крейсерская скорость пассажирского самолета Аэробус А320 составляет лишь 900 км в час. Не дотягивает. Мировому рекорду предшествовали 9 лет напряженной подготовки. В борьбе за победу машина должна дважды пройти один и тот же отрезок длиной 1,6 км. Оба заезда должны состояться в течение 60 минут, а скорость определяется как средняя из обеих попыток. 1993. Президент России Ельцин для осуществления своего указа о распуске Верховного Совета вводят бронетанковые войска в Москву. С 8 утра 4 октября бронетехника ведет огонь из крупнокалиберных пулеметов и пушек по зданию Верховного Совета, где на верхних этажах начинается пожар. Отрядом специального назначения «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять Белый дом штурмом. В 15.00 командиры обеих спецгрупп попытались договориться с руководителями Верховного Совета о мирной сдаче. После 17.00 по договоренности с руководством страны начинается массовый выход оборонявшихся из Верховного Совета в сопровождении бойцов группы «Альфа». Произошло поражение парламентской стороны и ликвидация системы Советов, правившей страной с 1917 года. С обеих сторон в вооруженном конфликте погибает более 150 человек. Лидеры оппозиции Рудской, Хасбулатов, Макашов и другие арестованы и отправлены в Лефортовскую тюрьму. Картину применения танков и вертолета в центре Москвы можно было наблюдать по центральному телевидению. Ну и последнее. 4 октября, 1957 год прошлого века. В Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли. Начинается космическая эра. Тогда шел Международный геофизический год, и американцы задолго объявили, что намерены запустить спутник. Блестящий инженер Сергей Королев, всю жизнь мечтавший о космических полетах, участник подготовки первой в России ракеты «Цандера», взлетевшей в 1933-м, убедил ЦК партии, что запуск спутника раньше американцев даст колоссальный пропагандистский эффект. Так и получилось. Конечно, лавры присвоили себе партийные вожди. Хрущев даже сказал, что социализм, мол, лучшая стартовая площадка для освоения космоса, а имен Королева, Воскресенского, Бармина, Пелюгина, Глушко, Рязанского, Кузнецова, истинных создателей военной ракеты под шифром «семерка», с помощью которой запустили спутник, никто не знал. Сам же спутник имел официальное обозначение «ПС», то есть простейший спутник, в нем были только два передатчика, посылавшие однотонный прерывистый сигнал. Но этот сигнал ловили тысячи приемников по всему миру, и миллионы людей думали, что СССР далеко обогнал Америку. И именно тогда человечество приблизило к себе космос, а значит и мечта о новых цивилизациях продвинулась вперед. И кто знает, что нас ждет в космическом завтра. С вами был Николай Пемненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова